Малого и среднего предпринимательства Малого и среднего бизнеса в экономическом развитии района, края и страны в целом очень сложно. Это прежде всего создание новых рабочих мест и пополнение бюджетов различных уровней. В декабре 2019 года в Лобинске открылась школа предпринимательства. Ее целью является оказание помощи начинающим и действующим бизнесменам. Мы оказываем любую помощь в плане ведения бизнеса. Как открыть ИП или ООО, какие документы требуются. Все вопросы, сложности, возникающие в плане ведения бизнеса, можно прийти к нам, обратиться и мы поможем, проконсультируем. Также мы проводим обучающие семинары, вебинары, мастер-классы. Они пользуются большим спросом среди предпринимателей нашего города и района. Сегодня у нас проходит семинар, точнее двухдневный практикум. Спикером является Герман Крашенинников. Это очень известный предприниматель с многолетним опытом работы, бизнес-эксперт, консультант. Как подготовить инвестпроект, привлечь в него финансирование и внедрить современные технологии? Своими знаниями, поведению и развитию бизнеса поделился предприниматель с многолетним стажем, ведущий спикер Герман Крашенинников. Двухдневную обучающую программу разделили на два основных блока. Один блок – это привлечение финансов в свой бизнес, в инвестпроекты для развития. И второй блок – это вопросы, связанные с повышением эффективности своих бизнесов, своими силами, сегодня без дополнительных вложений. Я буду рассказывать исключительно практические моменты, то, что предприниматели могут реально использовать, чтобы помочь им в своих делах. Участники тренинга – это действующие и начинающие предприниматели Лобинского района. Все они пришли за новыми знаниями и ответами на вопросы по развитию и созданию успешного бизнеса от Германа Крашенинникова, предпринимателя с большим опытом. Мелочей в бизнесе не бывает. Нужно уделять внимание всем аспектам, всем моментам. И второй момент – это то, что вовлеченность предпринимателя в то, чем он занимается, должна быть максимальная. Это не значит, что не нужно заниматься делегированием или правильно распределять задачи. Весь вопрос в том, что контроль должен исходить от предпринимателя, постоянный, системный. И вот такие системные бизнесы, те предприниматели, которые таким образом себя сегодня позиционируют и действуют, они обеспечивают успешную работу, независимо от внешних факторов. Актив пятой городской школы реализует проект патриотической направленности. Педагоги и ученики посещают города-герои и привозят оттуда священную землю. 3 марта состоялось торжественное открытие стенда «Города-герои», на который поместили три гильзы с землёй из Санкт-Петербурга, Тулы и Новороссийска. Москва, Санкт-Петербург, Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск, Волгоград, Одесса, Керси, Севастополь, Киев, Минск, Брестская крепость. Это 12 городов-героев и крепость-герой, прославившихся трудящимися, которые проявили массовый героизм и мужество во время Великой Отечественной войны. В пятой школе города Лобинска торжественно открыли стенд, посвященный этим городам. С начала учебного года в образовательном учреждении ведётся поисковая работа. Педагоги и ученики посещают города-герои и привозят оттуда священную землю. Эта работа высоко оценена Горой Советом ветеранов. Мы с вами в неоплаченном долгу перед героями. Самое главное, что мы должны сделать, мы, потомки, сохранить память о каждом, кто приближал День Великой Победы. Наш народ сражался мужественно, героически. Только одна Брестская крепость удерживала фашистские орды один месяц. Уже танки гудерианы шли на Москву, а Брестская крепость жила. О поездке в город-герой Ленинград нынешний Санкт-Петербург рассказала ученица девятого класса. Одним из самых ворующих и посещаемых мест является Марсовое поле. Марсовое поле изданно называлось Большим Укругом. В локарные годы эта территория служила источником жизненных энергий для тех, кто защищал День Великой Победы. Одним из первых на территории Советского Городного Советского Союза был зажжен на Марсовом поле вечный огонь, память о жертвах революции, войн. И вот там мы направили священную землю для закладки ее на стенде города-герой. Ученики пятой школы посетили и всероссийскую акцию «Без козырка» в городе Герой Новороссийский. Андрей Денисов, учитель истории, рассказал о поездке в Тулу. Город Тула является городом-героем по праву. Немцы уже шли на Москву и думали пройти Тулу буквально за 3-4 дня. Что такое 3-4 дня? Но Тула оборонялась практически полтора месяца. Полностью в круговой обороне была Тула. Весь город был раскопан, уничтожен. Но оборонные предприятия также поставляли орудия, патроны 739-й стрелковой зенитной дивизии. И с помощью этого Тула выстояла. Погибло очень много жителей этого города, мирных жителей. Много людей погибало в тылу от города. Но землю мне удалось собрать на переднем крае обороны Тулы, в деревне Маленькая Китаевка. Сейчас это малонаселенный пункт, где чтят историю Советского Союза, нашей страны и русского народа. И я очень рад, что сейчас в нашей школе такая поисковая работа происходит, что дети узнают больше о городах-героях, об истории государства, в котором жили их предки и в котором жили умные. Сейчас на стенде размещено три гильзы со священной землей Санкт-Петербурга, Тулы и Новороссийска. Лобинцы в ближайшее время должны посетить другие города-герои, чтобы на месте узнать историю подвига их жителей. В течение продолжения этого учебного года планируем поехать в такие города, как Севастополь, Керчь, планируем посетить Москву, конечно же, там же собрать землю и пополнить нашу коллекцию. Главная цель этой уникальной поисковой работы – военно-патриотическое воспитание детей путем вовлечения их в поисковую и созидательную работу. Лилица Океан, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». В конце выпуска новости спорта. Из комплекса «Олимп», где прошло первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе, репортаж Людмилы Никоновой. В минувшие выходные в Лобинском Олимпе прошло первенство Краснодарского края по спортивной борьбе. В соревнованиях приняли участие спортсмены до 16 лет из 20 муниципалитетов. На торжественном открытии присутствовало большое количество почетных гостей, в их числе директор департамента внутренней политики края Игорь Чигаев. Гостей и участников первенства приветствовал заместитель главы района ПАПАТА. Уважаемые спортсмены, тренеры, болельщики и уважаемые почетные гости. От имени исполняющего обязанности главы муниципального образования Лобинский район Александра Александровича Семерякова, я уполномочен поприветствовать вас на нашей гостеприимной земле и сказать вам о том, что всегда приятно принимать какой уровень соревнований. И когда такие почетные гости присутствуют, это говорит о любви к этому виду спорта. Я желаю вам красивой борьбы, желаю вам побед и пусть победить сильнейших. Перевенство края по греко-римской борьбе – важный уровень для юных спортсменов. Это практически путевка в краевую сборную. Мы проводим первенство Краснодарского края среди юношей до 16 лет, по итогам которого будет сформирована сборная команда Краснодарского края, которая будет выступать на первенстве Южного федерального округа. Также это спартакеадный возраст, который будет участвовать в отборе на спартакеаду. Поэтому эти соревнования являются стартовыми для начинания и карьеры. Так что только им пожрать хорошей борьбы и удачи на ковре. И пусть побеждают во всех крупных международных и всероссийских соревнованиях. В этот раз Лобинский район подготовил к первенству 50 борцов греко-римского стиля. Мы первый раз в истории проводим в Лобинске Краснодарский край турнир этот, 5-7-й год. Эти соревнования очень много дают. Это дорога такая ступенька большая, отбор на первенство ИФО. А туда дальше, кто уже проходит первенство ИФО, идет на первенство России, Европа, МИР. То есть такая ступень очень важная, очень хорошая. Перспектива, мы думаем, у нас положительная. Дети работали, тренировались, как бы все подвели мы хорошо. Но сейчас посмотрим, ковер покажет. Народу приехало у нас 320 человек. Ну, будем смотреть, болеть за наших. Соревнования проводились на двух коврах одновременно. Болельщики следили за борьбой своих спортсменов. Помириться силой в Лобинск приехали аж из Адлера. Шерепов Николай, я представитель с Адлера. Внука, за внука болеем. Болеть приехали, тут с женой. Очень полезный спорт. Дай Бог им здоровья, что в дальнейшем, чтобы до чемпиона дошли наши ребята адлерские. Желаю удачи нашим ребятам с Адлера, которые приехали. Всем удачи и всем удачи. Пускай сильнейший победит. Я, Юлия Вахтанг, приехал из Станислава-Бокровского, Казахстанского края. Борьба, как всегда, делают наши мужчины. Все, пожалуйста, вот ковер, приходите, боритесь, показывайте лучшие результаты. Первенство завершилось для лобинцев тремя призовыми местами. Верхнюю ступень педестала занял Вильгельм Григорян. Его тренирует Николай Барабан. И два третьих места у наших ребят. Бронзов Александра Чернова и Сергея Корягина. Тренируют спортсменов Вахтанг Гирлиани и Виталий Кузнецов. Таким был сегодняшний выпуск. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова